привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео чем подкормить питунью в сентябре какие микроэлементы необходимы растению чтобы она в дальнейшем нас радовала своим обильным цветением до самых заморозков сегодня буду как подкармливать питунью независимо от того была ли она пострижена или не была была ли корректирующая стрижка или то питоне которая изрослась но имеет еще внешний нормальный вид который еще на на дальнем более расстояние смотрится еще очень даже и хорошо кустики с пышным цветением пусть даже некоторых кустиках и не было обрезки но все же питунью я сегодня буду подкармливать все чем подкормить часто мы задаем вопрос в сентябре на данный момент у нас уже растение даже если она изрослась даже если после обрезки начала хорошо цвести нам необходимо сейчас дать и азот и фосфор и калий калий для полноценного цветения фосфор для хорошей бутонизации корневой системы азот для зеленой массы особенно те растения которые изрослись все же им тоже необходимо дать все эти три микроэлемента сегодня я буду подкармливать таким препаратом как азофоска если у вас нет здесь преобладание 16 16 16 есть удобрения такие как мастер тоже с такой формулой нитромофоска тоже и азота фосфора калий фертика люкс то есть все эти препараты где есть преобладание азота и фосфора и калия примерно в равных пропорциях необходимо дать растениям петуниям на данном этапе на начало сентября чтобы продолжилась в дальнейшем цветение чтобы растение нас радовала своим цветением еще долгое-долгое время берем одну столовую ложку так как препарат этот плохо растворяется в воде долго растворяется воде я взяла баночку в баночку налила горячую водичку и хорошо размешиваем до полного растворения одну столовую ложку на 10 литров воды предварительно свои петуни я обязательно пролила водичкой по сырой земле вносим любую подкормку чтобы не обжечь корневую систему мы смотрим что расти и раствор гранул не видно то есть препарат хорошо растворился в горячей воде и теперь мы просто добавляем в леечку даже немножечко перри перелила ничего страшного и размешивают размешиваем теперь этот препарат уже в лейке теперь он хорошо растворяется а так конечно за фоска он более такой гранулированной и растворяется долго поэтому предварительно лучше растворить в теплой водичке и потом в дальнейшем уже подкармливать растение по сырой земле и начиная желательно под корень проливаем наши питуньки посмотрите как хорошо после обрезки расцвел вторую волну дал тайдал сильвер кусты нарастают мощные поэтому не надо было жалеть нам в конце июля в начале августа обрезать растение чтобы она вам дала хороший внешний пушистый вид сейчас покажу все питуньи которые поближе изрослись но они не сказать что имеют такой отратительный вид еще хорошо и цветут некоторые все вот эту допустим хотела выбросить на компостную кучу но посмотрю вроде еще красиво цветет и поэтому оставляю пока что будет совсем уже плохой вид вот таком друзья небольшого видео показала чем подкармливаю на начало сентября свою питунь чтобы она нас радовала еще долгое время своим к своими красками своим цветением своей массой и цвела до самых заморозков понравилось видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам желаю здоровья удачи красивых цветов и хорошего настроения пока пока до новых встреч